Десятый том книги «Открытым оком», вопрос номер 2387, тема «Проповедь благовестия». «Как вы дальше будете вести занятия в университете? Ведь теперь есть у многих толкование блаженного феофилакта, которое вы выпустили», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Раньше мы много писали, сейчас только слушают. И я делаю привязку самого сущего текста Нового Завета и толкования к сегодняшнему дню, чтобы Слово Божие заговорило с каждой душой». Послание Деяния Апостолов, 28 глава, 28 стих. «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Немалое дело понимать суть Библии, ее разъяснение. Деяние 8, 33. «В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». О прошлой истории ставятся фильмы, страдают и любят, как будто сегодня. Грехи и убийства с экрана обильно, кровавое месиво злых и негодных. Пример любострасти и измены убийства, но где их бессмертные души сейчас? Комедия наша закончится быстро, и ужас внезапно и застынет в очах. Что дальше за смертью тому, кто не верил? Не жил по законам Творца и Еговы. Там сердце дичало, не люди, а звери, творить поврежденное надобно снова. Коротенький миг нам на дело отпущен. С Отцом примириться и жить для Христа. Наш Бог и Егова, единственный и сущий, светило на небе, как будто кристалл. Пусть все режиссеры, артисты, актеры свои декорации так развернут, покажут, что блудники, пьяницы, воры не просто убиты и в прахе заснут. Пусть скажут по Библии, что же за смертью, какие мытарства презренных героев, армады бесовские, демоны, черти зубами скрижещут, в отчаянии воют. Во тьме непроглядной и в ужасе срама один одинешний каждый бредет. Безбрежное горе, удел, панорама, там вместе с Аттилой и наш идиот. Что можешь извлечь? Не смотри, не колечь, ненужной смердящей потехой. С экрана звучит небиблейская речь, крадут твое время со смехом. Встань, сбрось наваждение, разбей телевизор, прочти христианскую книгу, и мысль облечется в священные ризы. Сожги наваждение актерской хламиды. 16 июля 2004 года. Игнатий Лапкин. Продолжение следует...